Давай теперь вот сюда, чтобы вот это дерево было видно. Улыбайся. Ловят в объективе обновленный пейзаж Саратовской набережной ярких красок. В серые будни горожан добавили уличные арт-художники. А начиналось еще с эскизов и баллончиков с краской. Забор новой набережной стал легальной площадкой для творчества. Здесь прошел этап конкурса граффити «Волжская волна». Его организовала администрация города. Мы дали возможность не скрывать свой талант, не рисовать на фасадах зданий где-то ночью тайком, а открыто, открыто показать свое творческое начало и помочь городу обрести определенный живой, интересный, яркий образ. Три дня здесь творили художники со всей России. Правда, было их немного. Семь жюри отобрали самых лучших и креативных. Требования к работам одно. Рисунок должен быть связан с историей Саратова. Самой обсуждаемой мгновенно стала вот эта работа. Для тех, кто не узнал, Олег Янковский. Дело в том, что многие жители Саратова заявили, что этот мужчина совсем не похож на знаменитого артиста. На самом же деле, такой и была задумка художника. Запечатлеть Янковского не таким, каким он был на экране, а таким, каким он был в жизни. Если его портрет получился серьезным и задумчивым, другой молодой мужчина прохожим улыбается. Таким первый космонавт Юрий Гагарин получился у автора из Екатеринбурга. Просто мне захотелось показать Гагарина с другой стороны, как обычного парня, прохожего по этой набережной. Прохожие впечатлялись и готовыми работами уличных художников, и процессом граффити-творчества. Интересен сам процесс создания этого искусства, те люди, которые творят. По словам художников, трое суток они раскрашивали набережную практически без перерыва, рисовали даже ночью. Работа сложная, такой холст, как стена, не терпит ошибок и импровизации. Пока она наполовину пустая, место оставили для остальных работ.